Божий сын Божий сын лил кровь свою На Голгофе, на Голгофе Он душу искупил мою На Голгофе, на Голгофе Хоть я противился еще Иисус сказал, свершилось все И жизнь и украдача вонс На Голгофе, на Голгофе Хоть я противился еще Иисус сказал, свершилось все И жизнь и украдача вонс На Голгофе, на Голгофе О, если б каждый поспешил На Голгофу, на Голгофу И время тяжкое сложил На Голгофе, на Голгофе На Голгофе, на Голгофе На Голгофе, на Голгофе Хотел бы я всем рассказать О Голгофе, о Голгофе Чтоб каждый мог всю правду знать О Голгофе, о Голгофе О, церковь Божия, вставай И людям всем провозглашай И никогда не уболгай О Голгофе, о Голгофе О, церковь Божия, вставай И людям всем провозглашай И никогда не уболгай О Голгофе, о Голгофе Мир вам, дорогие братья и сестры Сегодня, глядя на этот стол Хотелось бы сказать, что мы приглашены На особый ужин За столом которого глава Иисус Христос Вообще, я вам скажу, что Обедом, ужином и вообще пищей Застольем в Библии Очень-очень много отведено места Мы как-нибудь в другое время поговорим об этом Но сейчас я хотел бы обратить наше внимание На особенность этого стола Мы сегодня собрались в присутствии Мы верим в это Мы собрались в присутствии нашего Господа Всевышнего Отца Небесного Сознаем ли мы вполне и до конца это? Всегда присутствие Божье Наводило страх и благоговение на людей Если мы читаем Библию с первых страниц Адам Еще до конца не осознал то, что сделал Испугался присутствия Божьего и спрятался Моисей Находясь в пустыне, услышал голос Божий Он испугался и он услышал слова Сними обувь твою Потому что место, на котором ты стоишь Место святое Пророк Исаия увидел славу Божию и говорит Горе мне Я человек Я простой человек И я увидел славу Божию и мне не жить Место и престол, у которого сегодня стоим мы И который перед нами место святое Так говорит Библия И отношение наше должно быть соответственно Если бы мы сегодня увидели вот сейчас Как вы думаете Если бы сегодня, сейчас Физически Иисус Христос Зашел в этот зал Что бы мы почувствовали Как бы мы вели себя Он сегодня здесь среди нас И мы в это верим Слово Божье говорит Иисус Христос так сказал Ибо где двое или трое Собранных во имя Мое Там и Я среди вас Мы призываем Его Мы верим, что Он присутствует среди нас Соответственно, мы и должны Ощущать Его присутствие в сердце своем Если же не так, друзья мои Мы рискуем Мы рискуем обмануться Помните Иуда Искариот Один из очень важных героев Священного Писания Нового Завета Один из учеников Иисуса Христа Он неправильно оценил положение свое И положение Иисуса Христа И как венец всего гибель Или она не Исафира Которые недооценили силу Духа Святого Это очень важно Понимать, что значит Иисус Христос говорит Я среди вас Я хотел бы вместе с вами Перед тем, как мы порассуждаем очень коротко Перед тем, как будет совершаться Это великое действие Причастия Нашего, к страданиям нашего Господа Иисуса Христа Первое послание к Коринфянам Одиннадцатая глава С двадцать восьмого стиха По тридцать первый Первое к Коринфянам Одиннадцатая глава Двадцать восьмой стих И да испытывает же себя человек И таким образом пусть ест от хлеба сего И пьет из чаши сей Ибо кто ест и пьет недостойно Тот ест и пьет Осуждение себе Не рассуждая о теле Господнем Оттого многие из вас немощные и больные И немало умирают Ибо если мы бы судили сами себя То не были бы судимы Так говорит Слово Божье Итак, перед нами опять Голгофа Главное место во всем мироздании Где произошло искупление человека Произошло наше с вами искупление Где Бог сам совершил акт спасения Мы поем такой гимн Старый гимн Взойдем на Голгофу, мой брат Посмотрим, как нашей греховности яд В страданиях горьких Христа истомил Как дорого он нам спасение купил Пойдем перед ним Друзья мои, греховности яд Нашей с вами греховности яд Пригвоздил и Иисуса Христа Голгофе Не гвозди А нашей греховности яд Бог пришел в этот мир И апостол Павел в послании к филиппийцам Говорит так Уничижил себя самого Принял образ раба Сделавшись подобным человеку И по виду стал, как человек Смирил себя Мы послушаем даже до смерти и смерти крестной То есть Бог ограничил себя самого Можно себе представить это Бог ограничивает сам себя Для того, чтобы снизойти на эту землю Облечься в тело человека И принести спасение для каждого из нас Бог сам себя ограничил Практически мы всегда Всегда цитируем Слова апостола Павла к евреям 13 глава В канун воспоминания Страдания Иисуса Христа Где апостол Павел говорит так Помыслите о претерпевшем Над собою Такое поругание от грешников И вот сегодня перед тем Как мы будем Прикасаться к телу и крови Иисуса Христа Я хотел бы, чтобы мы помыслили О трех вещах Первое Мы должны помыслить сегодня О претерпевшем Такое поругание от грешников За нас Цена искупления велика Как уже было сказано Бог сошел Бог принял это решение На своем совете И послал сына своего Единородного Мы можем себе представить Что произошло Всемогущий Творец Исходит на землю В образе человека Наши грехи на него И таким образом Пусть каждый из нас Ест от хлеба этого И пьет из чаши сей Второе о чем мы должны подумать Это подумать о нас Самая великая заповедь Которую мы читаем Слове Божьем Иисус Христос Особо подчеркнул Ее Это возлюби Господа Бога твоего Как самого себя И вторая какая? Дальше, дальше И ближнего своего Как возлюбить нужно? Как самого себя Друзья мои Если мы не любим себя Вы можете мне показать Человека Который не любит себя Который будет любить других Мы можем приносить себя в жертву Это другое дело Но человек, который не способен Относиться к себе К самому С любовью Он не может любить других Жестокий человек к себе Жестокий и к другим Он не может понять других Если он себя не понимает Это слово Божье подчеркивает Возлюби ближнего твоего Как самого себя Кто я? Как я отношусь к себе? Да испытывает же себя человек И таким образом Пусть есть от хлеба сего И пьет из чаши сей Это важно Это важно, друзья мои Но это очень сложно Мы можем сокрушаться Смерти нашего Господа Иисуса Христа Мы можем жалеть о том Что произошло Мы можем себе представлять Всю картину И благо сегодня Достаточно много Способов Усилить это представление Усилить это ощущение Усилить переживания Мы можем Готовы все сделать для него Нам жалко Страдающего Господа Иисуса Христа Мы плачем Но чаще всего Это элемент Чувственного восприятия Такого Инфантильного восприятия Страдания Иисуса Христа Да, Иисус пострадал Да, мучения Его были велики Да, кроме всего прочего Он оставил Все ради нас И в этот момент Он даже был оставлен Отцом Небесным И тем не менее Находясь На судилище у Пилата Испытывая Вот эти унижения Избиения И видя возле себя Вокруг себя Толпу женщин Которые плакали Помните, что Иисус Христос сказал Не плачьте обо мне А плачьте О ком? О себе И о детях ваших Друзья мои В те времена На Ближнем Востоке Да, собственно говоря И в данный момент Среди многих народов Есть традиция Оплакивать И даже Нанимали плакальщиц Для того, чтобы Оплакивали покойника Они очень громко Плакали Они создавали Такой шум Эффект Страдания Переживания Потери Боли Но это было Не от сердца И Иисус Христос Видел Что вот эти женщины По традиции Глядя, как страдает Иисус Они начали Громко плакать Вопить Голосить И Он говорит Он видит сердце Он видит сердце наше Он говорит Не плачьте обо мне Не это сейчас главное Это назначено Но о ком плачьте? Плачьте о себе И о детях ваших Апостол Павел Понимая это Видя это Зная это Говорит Да испытывает же себя Человек И таким образом Пусть вкушает От хлеба Или ест от хлеба Сего и пьет От чаши сей Как тяжело это сделать Как видны Проблемы других Как режет глаза Чужой промок Или чужой маленький грех Не дает покоя Как видна порочность других Но Библия говорит Что в этот момент Мы должны обратить внимание Больше всего На себя Кто я Сегодня Каково мое состояние Перед Богом Возможно я являюсь Поборником Его Возможно я являюсь Его Защитником Носителем истины В последней инстанции Отстаиваю Самые правильные Теологические Богословские Концепции Но важно то Что не я о себе думаю А то что думает Обо мне Бог Известного российского Поэта Евгения Ютушенко Есть такие строки Пыль суеты Сует сметая Ты вспомни Вечность Наконец И нерешительность Святая Вольется В ноги Как свинец Есть В нерешительности Сила Когда На лоположном Пути Вперед Наложное Светило Ты не решаешься Идти Друзья мои У нас Не должно быть Ни малейшего Сомнения В Боге И Его Святости И Его Милости Но мы должны быть Очень и очень Критичны К себе Если бы не так Апостол Павел Бо не говорил Если бы Мы судили Сами себя Как мы Прочитали здесь То не были бы судимы Будучи же судимы Наказываемся От Господа Чтобы Не быть Осужденными С миром Да испытывает Себя человек В каком я Состоянии Нахожусь И О Этого Таким образом Пусть ест И пьет Из чаши сей И третье На что бы Я хотел бы Обратить внимание О чем мы Еще должны Поразмыслить О чем Что мы Должны испытать В себе Мы должны Помыслить О наших Взаимоотношениях Друг с другом Перед лицом Господа Мы можем Как угодно Красноречиво Говорить О любви Божьей О том Как Бог Любит меня И как Бог Любит вас Но как сложно Любить на самом деле Мы можем Быть готовы Отдать Все Что у нас Есть И очень Часто Мы готовы Отдать Все Что у нас Есть Особенно Когда нам Ничего не Угрожает И никто Ничего не Просят Мы можем Как может Любить Бога Которого Не Видит И мы Имеем От него Такую Заповедь Что любящий Бога Любит И брата Своего Друзья мои Наша Наша Любовь К Богу Прямо Пропорционально Связана С любовью Нашей К нашим Близким К нашим Родным К друг Другу Да Испытывает Себя Человек Какие мои Взаимоотношения С Господом И какие мои Отношения Друг с другом И таким образом Пусть ест От хлеба И пьет Из чаши Мы Приступаем К этому Великому Таинству Действительно Таинству Тайная Вечеря Так ее Называет Но тайная Не потому Что она Была Закрыта Там Вот За закрытой Дверью Сегодня Вам в Израиле Покажут Примерно Эту комнату Эту дверь Если вы туда Поедете Но не в этом Тайна А тайна В том Что Иисус Христос Принес Себя И взял Хлеб Написан Приломил Его И помните Что сказал Примите Едите Это тело Мое И когда Иисус Христос Еще раньше Мы читаем Евангелие Говорил Ученикам И всем Которые Вся толпа Вот на что Собралась И он Он говорит Я Я Есм Хлеб И кто Не будет Есть Этот хлеб Тот Не будет Иметь Жизни Вечную И кто Не будет Пить Кров Мою Которая Есть Истинное Питье Он Не будет Иметь Жизни И участи Со мной И помните Что Многие Сказали Тогда А как Это Возможно Он Наверное Что-то Не то Говорит Как Можно Есть Его Тело Как Можно Его Есть Пить Его Кровь И написано Что Многие Что Сделали Они Развернулись И ушли И сказали Как Можно Это Уместить Заметьте Иисус Христос Не начал Бежать За ними И не Говорил Догонку Подождите Подождите Вы меня Неправильно Поняли Я что-то Имел Другое Он Поворачивается К этой Горстке Оставшихся Двенадцати Который Уверен Более Чем Уверен Они Тоже Не Понимали Тогда И он Говорит Вы Не Хотите Меня Оставить Они Говорят А Кому Нам Ити У Тебя Глагол И Вечная Жизнь Друзья Мои В чем Тайна Вот Здесь Была Тайна То Что Говорил Господь Жизнь Наша В Нем Сокрыта И Сегодня Мы Прикасаемся К этому И Пусть Господь Благословит Мы Приглашены За Один Стол С Нашим Господом Иисусом Христом Да Испытывает Себя Человек Каждый Из Нас И Таким Образом Пусть Принимает Участие В Этой Вечере Аминь Открыт И Открыт Аминь